Всем привет! С вами снова VideoShopper.ru. С начала года компания HTC выпустила на рынок достаточно большое количество новых смартфонов. И сегодня в нашем обзоре один из них – HTC One E9+. Комплектация тут не ICE. Сам аппарат, зарядный блок, кабель USB, документация и наушники. Как всегда, совсем скромно и без допов. Внешне E9 напоминает полную стилистику аппаратов HTC. Смартфон получил корпус из пластика софт-тач покрытием, по периметру которого проходит серебристая окантовка. Внешний вид аппарата скучноват и даже, на мой взгляд, немного уныл. Чем-то особенным и оригинальным не выделяется. Одной рукой пользоваться вполне комфортно, но все же это дело привычки. По габаритам E9 соответствует своему названию и размеру экрана. Да, если HTC E9+, вам чем-то не понравится в течение 14 дней. Мы любезно вернем деньги за один день по первому требованию, без ненужных экспертиз и лишнего ожидания. Верхняя и нижняя части рамки вокруг экрана на передней панели традиционно очень широкие, поскольку под ними находятся фронтальные стереодинамики, покрытые решеточками. Также вверху виден глазок фронтальной камеры, а ниже, уже под стеклом, датчики и световой индикатор. Сенсорные кнопки управления на экране внизу. Правый бок отдан под качельку громкости и кнопку включения. А слева под заглушкой находятся два слота под карты NanoSIM и слот под карту памяти microSD. Разъем для наушников на верхнем торце, а на нижнем разместился разъем microUSB. На тыльной стороне, соответственно, нет никаких решеток выхода звука на всей задней поверхности можно найти только крупный глазок камеры со вспышкой рядом. HTC One E9 Plus оснащен сенсорной матрицей Super LCD 3 и диагональю 5,5 дюйма с разрешением Quad HD. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины, устойчивой к появлению царапин. Экран хороший, цветопередача отличная, углы обзора максимальные. В яркий солнечный день информация остается хорошо читаемой. Яркость экрана можно подстраивать вручную, а можно задействовать автоматическую регулировку. Технология MultiTouch здесь позволяет обрабатывать 10 одновременных прикосновений. Также есть и возможность разблокировки по двойному тапу и работа с экраном в перчатках. Аппаратная платформа E9 Plus – это 64-битный восьмиядерный процессор Mediatek MT6795M с тактовой частотой 2 ГГц и 3 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти 32 ГБ с возможностью расширения за счет слота под карту памяти microSD до 128 ГБ. За обработку графических данных в устройстве будет отвечать чип PowerVR Rogue G6200, который нечасто встречается в смартфонах. Работает смартфон отлично, зависаний, лагов и задержек нет. Рабочие столы листаются шустро, приложения запускаются быстро. Начинка аппарата справляется с любыми задачами, а также и с требовательными играми. В качестве системы используется свежая программная платформа Google Android версии 5.0.2 с фирменным графическим интерфейсом HTC Sense 7. Меню по-прежнему прокручивается в вертикальном порядке, а шторка уведомлений открывается в два этапа. Есть режим отключения звуковых уведомлений по времени, не беспокоить. А также детский режим. На месте новостная служба BlinkFeed. Теперь сервис BlinkFeed будет осуществлять поиск информации, исходя из местоположения смартфона. Предустановленных программ не так много. Имеется файловый менеджер, пакет для работы с офисными документами, собственная служба архивации и удобная функция переноса личных данных со старого аппарата на новый. Также установлена программа по очистке памяти и оптимизации свободного места CleanMaster. Также есть удобный домашний экран в виде виджета, который определяет местонахождение пользователя и подбирает приложение с учетом его локации и личных настроек. Переключать этот виджет можно вручную и выбирать свое местоположение. Из внутренних фишек есть набор управления жестами, также незабытое приложение Zoe, которое поможет создавать видеоролики из числа имеющихся, а также накладывать на них эффекты. Кстати, при покупке HTC One 9 Plus в нашем магазине вы дополнительно получите много разных программ, игр и всяких других приятных бонусов. В E9 Plus установлена батарея на 2800 мАч. Это не столь большой показатель, но в целом при активном использовании можно рассчитывать, что смартфон протянет рабочий день, хотя лучше, конечно, всегда быть с розеткой под рукой. Есть и энергосберегающие режимы, традиционные и критические. В последнем понижается тактовая частота процессора, отключается почти все, яркость подсветки становится минимальной. В таком режиме нельзя пользоваться почти никакими приложениями, кроме звонков, сообщений, почты, календаря и калькулятора. Разумеется, включать этот режим имеет смысл только тогда, когда батарея очень близка к полной разрядке. Так как смартфон топовый, тут, конечно, две камеры. Фронтальная имеет 13-мегапиксельный модуль с апертурой f2.0 и возможностью записи видео в Full HD. Основная камера оборудована 20-мегапиксельным модулем с сенсором BCI и широкоугольным объективом 28 мм с диафрагмой f2.2 с автофокусом и вспышкой. Меню управления уже знакомая по другим моделям смартфонов HTC. Меню простое и удобное в использовании. Осуществлять съемку можно с помощью прикосновения к экрану, нажатием механической кнопки на боку, а также с помощью жестов и голоса. Помимо стандартных настроек, есть возможность отслеживания лица в кадре, одновременной двойной съемки, панорама, режимы фото-киоск и боке. Основная камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К. Продолжение следует... 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 В плане звучания у смартфонов HTC One всегда все было на высоком уровне. С помощью встроенных технологий HTC BoomSound и Dolby Audio звук в смартфоне отличный и чистый. Басов достаточно, как и максимальной громкости. Что касается звука в наушниках, то тут претензий нет, все просто отлично. В дополнении есть FM-радио и диктофон. Что касается средств коммуникации. Здесь есть стандартный USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.1, NFC, GPS, GLONASS, LTE и возможность работы с двумя сим-картами. Будем подводить итоги. Несмотря на шибко выразительный внешний вид HTC One E9 Plus получился очень добротным смартфоном. Смартфон получил хорошую камеру, мощную аппаратную начинку с превосходным набором сетевых модулей. В то же время нельзя сказать, что E9 является продвинутым гаджетом с максимальным набором всяких фишек. Тут нет сканеров, защиты от воды, да и уровень автономности также оставляет не самые лучшие впечатления. Если сравнивать его с топовыми моделями рынка, новому флагману HTC особенно похвастать-то нечем. Это добротный смартфон хорошего уровня. И не более того. Ждем ваших комментариев по данной модели. Подписывайтесь на наш канал и конечно же ставьте лайки. С вами был VideoShopper.ru. Пока!